Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Во дворце Спортовидное состоялся второй медицинский фестиваль «Здоровый взгляд на жизнь». 18 предприятий, которые сегодня будут презентовать свои медицинские центры. Во дворце Культуры, видны, отметили день рождения комсомола. С праздником нас всех! С юбилеем! Со 105-летия! В детской школе искусств состоялся концерт филармонии времена года. Во дворце Спортовидное состоялся второй медицинский фестиваль «Здоровый взгляд на жизнь». Организованы администрацией Ленинского городского округа и торгово-промышленной палаты муниципалитета. Врачи Видновской клинической больницы и представители коммерческих медицинских центров собрались вместе под одной крышей. На втором фестивале «Здоровье» жители города могли пройти обследование, вакцинироваться от сезонных заболеваний, а также проконсультироваться по тем или иным вопросам. У нас уникальные проекты. Таких проектов нет больше в Московской области. Я могу сказать, что и в России, наверное, подобных проектов не так уж много. Второй год идейным вдохновителем мероприятия стала предприниматель Елена Олейник, инициативу которой поддержали коллеги из торгово-промышленной палаты. Второй фестиваль «Здоровье» вызвал наибольший интерес со стороны жителей города, со стороны медицинских организаций, которые принимают сегодня участие. А всего их 18 предприятий, которые сегодня будут презентовать свои медицинские центры. Я думаю, что в следующем году мы еще больше наберем обороты. Уже сегодня к нам обращаются соседние муниципалитеты. Мы только что общались с коллегами. Большую площадку подготовила Видновская клиническая больница. Дополнение в отношении прошлого года – возможность пройти флюографическое обследование. Кроме того, у нас принимает врач-гевиатор, врач-терапевт, который проведет консультацию гражданам категории 60+. Передовыми методиками диагностики онкологических заболеваний ротовой полости поделились видновские стоматологи. Световой луч при помощи аппарата АФС позволяет увидеть самые незаметные, мельчайшие патологические изменения полости рта, что позволяет нам вовремя диагностировать заболевание и назначить своевременное лечение. Презентацию своего учреждения устроил Видновский перинатальный центр – один из лидеров Подмосковья в сфере родовспоможения. У нас интерактивы активно проводятся не только с мамами, но и с папами. Мы придумали это для того, чтобы партнерские роды, которые составляют в нашем учреждении до 30%, были не только актуальны, но и полезны для папы, и для семейной обстановки, укрепления семьи. Посетители фестиваля воспользовались возможностью пройти диспансеризацию и отметили высокий уровень организации мероприятия. Глаза давление померила, зрение проверила. Вот сейчас кровь, да, на сахар кровь сдам. Прием здесь шикарный. Прям, ну, лучше не придумаешь. В больнице там постой, тут постой, а тут все очень хорошо. Организация хорошая. Для молодых, особенно тех, у кого время не позволяет в будни, сделали выходной день для того, чтобы можно было прийти. Мне кажется, это очень-очень удобно. Полезными и интересными стали мастер-классы по технике внутримышечных и внутривенных инъекций, а также по оказанию первой помощи при остановке сердца. Оттягиваем правой рукой левую и начинаем сердечно-легочную реанимацию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одна из главных целей фестиваля – показать жителям, что у нас в муниципалитете есть широкий спектр медицинских организаций разных направлений, и для лечения тех или иных заболеваний нет необходимости выезжать за пределы округа. Мы представляем специалистов более двадцати направлений – это и детские, и взрослые врачи. Что делает мутрициолог? Он определяет правильность питания, образ жизни и нет ли какой-то патологии. 12, косметология, инъекционная, эстетическая, диагностика. Также терапевты, педиатры. Всех ждем. Фестиваль здоровья планируется сделать традиционным мероприятием. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И в продолжение темы. Видновский модуль диспансеризации с момента открытия пользуется высоким спросом у жителей округа. В медучреждении в течение двух часов можно пройти все этапы профилактического осмотра. Профилактика лучше лечения, считают Наталья и Алексей Кучеровы. Супруги следят за своим здоровьем и проходят ежегодные медицинские обследования. В отдельном модуле диспансеризации посетить всех врачей намного быстрее и удобнее. Мне кажется, довольно-таки быстро все это происходит, потому что мы только зашли и буквально минут 15 уже зашли в три кабинета и прошли некоторых врачей. Удобно. Я сегодня был приятно удивлен, что пришел к терапевту и получил направление к эндокринологу. В этот же день такого раньше никогда не было. Профосмотр занимает в среднем около часа. За это время пациенты могут пройти всех необходимых специалистов и сдать анализы. Забором крови – это общий холестерин и глюкоза, а также общий клинический анализ крови. Также измеряется артериальное давление, внутриглазное давление. Для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, предусмотрены такие исследования, как спирография, тест с шестиминутной ходьбой. Также всех пациентов осматривает непосредственно врач-терапевт, который может выдать направление на дополнительные исследования. Центр диспансеризации оснащен современным медицинским оборудованием. Ежедневно профилактические осмотры здесь проходят около 60 человек. Конечно, удобно. Или в поликлинике, кажется, там, как правило, сегодня, сейчас много людей, как бы очереди. А здесь удобно, спокойно. Новый, современный павильон. График работы отделения профилактики с 8.00 до 20.00. Выходные с 8 до 15 часов. Записаться на прохождение диспансеризации можно через единый колл-центр по номеру 122 или через портал Госуслуг. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На минувшей неделе исполнилось 105 лет со дня основания комсомола. По этому случаю во Дворце культуры прошло празднование этой даты. В стенах здания провели встречу ветеранов комсомола с представителями общественных и молодежных организаций. Во Дворце культуры Видное пройдет 105-е годовщина образования в ЛКСМ. И хоть комсомол прекратил свое существование, люди до сих пор отмечают это знаменательное событие. Вступительной частью мероприятия стала церемония награждения ветеранов комсомола Подмосковья почетными грамотами фонда поддержки. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова поздравила жителей со знаменательной датой. Дорогие комсомольцы, с праздником нас всех, с юбилеем, со 105-летием нам всего 105 пустяки так какие. Молодежь и вас с праздником, вы будущее. Старшее поколение, юность которого прошла в Советском Союзе, на мероприятии вспоминали заслуги членов организации и обсуждали историю вступления в комсомол. Подросли, стали комсомольцами, мы возродили страну из пепла. После официальной части прошел концерт. Со сцены звучали знакомые каждому песни советских композиторов. Ученики школ выступили с танцевальными номерами. Мне, несомненно, очень сильно понравилось. Я испытал просто колоссальный спектр эмоций. Ветераны комсомола с большой любовью вспоминают эпоху своей молодости. Теперь каждый из них верит, что новое поколение сохранит былые единства, дружбу и дисциплину. Они воспитаны так уже нами, по-моему. И они уже такие же патриоты, как мы были. Ребята, возьмите искру нашу, не сдирай на наш, как говорится, седой волос, пронесите ее через всю жизнь. Будьте вечно молодыми, любите нашу Родину. Она за это заслуживает. День комсомола стал для многих возможностью вернуться в дни своей юности и показать школьникам, что из себя представляла советская эпоха. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В администрации муниципалитета состоялось очередное заседание общественной палаты Ленинского городского округа. На повестке дня у лидеров общественного мнения самые актуальные вопросы и перемены во всех сферах жизни округа. Одна из последних новостей – на муниципальной дороге в Видном впервые установили тросовое ограждение. Речь идет о Белокаменном шоссе в районе поворота на деревню Дыдылдина. Участок опасный только за 2022 год. Здесь произошло 5 ДТП, где водители и пассажиры получили тяжелые увечья. Тросовое ограждение установлено для предотвращения выезда на полосу встречного движения. Основные разрывы, тросовое ограждение, повороты направо-налево, если мы едем, видно, если мы езжем, видно, они сохранены и остались. Под пристальным вниманием общественников вопросы жителей, которые поступают на портал Добродел. Одним из самых актуальных стало благоустройство аллеи на советском проезде. Приглашенный гость, заместитель директора МБУ благоустройства Дмитрий Черкасов рассказал, как преобразится ее внешний вид. Мы будем высаживать Роэл Рэд, такие клёны. Они за гнильцом у нас. Можете посмотреть, ну, везде приживается, я не знаю, если правильно высаживать и правильно ухаживать, я думаю, что ничего с ним не случится. Можете посмотреть, высаживать мы будем в конце, во второй половине ноября, это так правильно, по нормативам. Всего за час встречи общественники успели обсудить более десятка различных вопросов. Наиболее острые, требующие пристального внимания, взяты под контроль. В детской школе искусств города Видны состоялся концерт филармонии «Времена года» под названием «Музыкальный листопад». Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Проект детской филармонии «Времена года» создан в 2012 году преподавателем Видновской детской школы искусств Екатериной Ефремовой. В рамках этого проекта в школе состоялся концерт под названием «Музыкальный листопад». На мероприятии выступили хореографические коллективы и музыканты. Также показали свое мастерство театральные отделения и художники. Детки очень любят участвовать в таких мероприятиях. И, конечно, к нам приходят дети из разных школ. То есть мы стараемся пригласить детей младших классов. Они приходят к нам из школ города и с удовольствием присутствуют на концерте. Вот в таком формате сейчас это проходит. Юные участники показали свои творческие способности сверстникам и родителям. Это уникальная возможность для детей получить бесценный опыт публичного выступления. Я думаю закончить музыкальную школу и поступить дальше в музыкальное училище. И в будущем играть в оркестре. Юная скрипачка Елизавета Качанко исполнила танец эльфов английского композитора Эзра Женкенсона. Сложная композиция всегда требует длительной и упорной подготовки. К нам приходила Ирина Геннадьевна, мой концертмейстер. Мы с ней играли и все ошибки мы еще раз прорабатывали, чтобы на концерте я выступила очень хорошо. Ребята играли не только зарубежной композицией, но и всеми любимую музыку из советских кинофильмов. Со сцены прозвучала Болька из музыкальной комедии «Кубанские казаки». Главная задача мероприятия – познакомить детей с миром искусства, привить любовь к музыке и потребность к самовыражению. Юлия Стоферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова